Здравствуйте, Лилия Абдулаховна. И спасибо, что пришли. Сразу скажу вам поговорить на такую важную тему, как использование детских автокресел. Итак, Лилия, начнем с первого вопроса. Почему же ввели детские кресла в обязательном порядке? Наверное, статистика не самая лучшая, да? Здравствуйте, Альбина. Введение детских удерживающих устройств было необходимо. Вот только за пять месяцев текущего года на территории республики произошло 156 дорожно-транспортных происшествий, в которых 26 погибли и 183 получили ранения в различной степени тяжести. Основными видами на сегодняшний день являются столкновения 67 фактов, съезд с дороги 44, наезд на пешехода 30, наезд на животное 7, наезд на стоящее транспортное средство 3, наезд на препятствия 3 тоже. Анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, что основными причинами их совершения по вине водителя являются нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части 39 фактов, нарушение скоростного режима 25, несоблюдение очередности проезда перекрестков 30 фактов, выезд на встречную полосу движения, в том числе где-то запрещено 18 фактов, нарушение правил проезда пешеходных переходов 9 фактов. За истекший период зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов, в которых 2 человека погибли, к сожалению, 28 получили ранения. Зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов, в зоне пешеходных переходов, в результате которых погибших нет, что радует нас, и 14 получили ранения. 40% дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов, совершено в темное время суток, в результате которых 14 человек получили ранения. По причине нарушения правил дорожного движения пешеходами зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек получили ранения. ДТП по вине водителей автобусов не зарегистрировано. По вине водителей грузового транспорта зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибших нет, и 9 получили ранения. Зарегистрировано 44 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на животных, в которых 2 человека погибли и 6 получили ранения различной степени тяжести. На федеральных автомобильных дорогах зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом, в результате которых 14 человек погибли и 4 получили ранения. На дорогах регионального и межмуниципального значения зарегистрировано 51 дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек погибли и получили травмы 64 участника дорожного движения. На дорогах местного значения зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 30 получили ранения. За указанный период на территории республики зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых 2 ребенка погибли и 19 получили ранения различной степени тяжести. Совершено 8 дорожно-транспортных происшествий с участием детей пешеходов, в результате которых 1 несовершеннолетний участник дорожного движения погиб и 7 получили травмы. Из-за нарушения правил дорожного движения несовершеннолетними участниками дорожного движения произошло одно дорожно-транспортное происшествие, в которых 1 ребенок получил травму. Раньше все детей перевозили на руках у взрослых, да и сейчас многие это делают, считая, что это безопасно. Так ли это на самом деле? Перевозить ребенка на руках – это опасно, хотя некоторые мамочки считают, что это безопасно. Необходимо перевозить ребенка в детских удерживающих устройствах. Как сотрудники ГИБДД борются с такими безответственными родителями? К чему относится это нарушение и предусматривается ли штраф за пренебрежение правил? Хотела бы обратиться к гостям и жителям нашей республики и одновременно проинформировать о нарушении правил перевозки детей и наказания о нарушении указанных правил. Нарушение требований к перевозке детей, установленных правилами, влечет наложение административного штрафа в размере 3 тысяч рублей. На физических лиц, на должностных лиц – 25 тысяч рублей, на юридических лиц – 100 тысяч рублей. Данное требование указано пунктом 22.прим правил дорожного движения, которое гласит, что перевозка детей в возрасте до 11 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкция которых предусмотрены ремни безопасности, либо ремни безопасности и детская удерживающая система, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. Лилия Абдуллаховна, какую профилактическую работу в этом направлении вы проводите с сотрудниками инспекции? Альбина, сотрудниками госавтоинспекции проводятся на постоянной основе профилактические мероприятия, направленные на предупреждение пресечения дорожно-транспортных происшествий. Сотрудниками госавтоинспекции периодически проводят занятия с учащимися в дошкольных и школьных образовательных учреждениях в период летних каникул. Сотрудники госавтоинспекции проводят профилактические беседы в летних лагерях. Также с начала года в январе по февраль проводились профилактические мероприятия «Месяц безопасности дорожного движения» с максимальным привлечением личного состава подразделения Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской республике. В рамках «Месяца по безопасности дорожного движения» частью подразделений госавтоинспекции на районном уровне проведены профилактические мероприятия, направленные на предупреждение о детской аварийности и привитие навыков безопасного поведения на дорогах с использованием возможности Центра профилактики дорожно-транспортного травматизма, лаборатория безопасности. А также профилактические мероприятия, направленные на снижение дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий. Были проведены такие профилактические мероприятия. Трезвый водитель, встречная полоса, автокресло детям, пешеход, цветы для автолетия. С 24 марта сотрудниками госавтоинспекции организованной проведена пропагандистская акция «Пристегни самое дорогое», в которой приняли участие представители Народного фронта, инспекторы ЮИД, светофорики Центра образования номер 11 города Черкесска и родительский патруль. К проведению вышеуказанных акций были привлечены представители СМИ. Профилактические мероприятия под кодовым названием «Детское кресло» по всей республике стартовали 16 января. Полицейские в течение недели вели особо усиленные дежурства вблизи общеобразовательных учреждений с целью выявления и пресечения нарушений правил перевозки детей, чтобы в очередной раз напомнить взрослым о том, насколько важна правильная организация безопасности маленьких пассажиров. Об этом говорят и неутешительные цифры статистики. За 19 месяцев 2018 года на дорогах Усть-Чукутического района произошло 10 дорожно-транспортных происшествий с участием детей несовершеннолетних. Из них один случай является пешеходом, ребенок является пешеходом, который переходил дорогу в неположенном месте. Семеро детей получили ранения различной степени тяжести, а дети, в безопасном которых было организовано, то есть которые были пристегнуты в детском автокресле, в дорожно-транспортном происшествии не получили телесных повреждений, увечья не получили. За время работы с нашей съемочной группой полицейские выписали три протокола на общую сумму около 10 тысяч рублей. Тем не менее, требования полицейских и их юных коллег никто не пытался оспаривать. Мне очень нравится участвовать в подобных мероприятиях, так как мы приносим пользу нашей стране. Как реагируют водители обычно, когда вы оставляетесь, обращаетесь к ним? Они реагируют спокойно, приветливо, улыбчиво. Мне это очень нравится. Они реагируют спокойно и, мне кажется, они слушают нас больше и прислушиваются, деже, чем взрослые. Рейдовые мероприятия под кодовым названием «Детское кресло» продолжатся до конца этой недели. А еще, как поведал главный пропагандист ОГИБДД отдела МВД России по Усть-Джигутинскому району Мурат Узденов, совместные с ЮИД информационно-пропагандистские и профилактические мероприятия, направленные на снижение детского травматизма при дорожно-транспортных происшествиях, будут продолжены. Цель мероприятий – выявление и пресечение нарушений правил безопасности при перевозке детей. В очередной раз, чтобы напомнить взрослым о том, насколько важна правильная организация безопасности малолетних пассажиров, в рейд вышел отряд УИД 5-й среднеобразовательной школы Усть-Джигуты. Надо везде проводить, не только в Джигутинском районе, но и в других районах Карачао-Черкесии. Это будет полезное мероприятие. Автокресло обязательно, я думаю, надо брать. О необходимости регулярного и более частого проведения подобных пропагандистских акций говорят и неутешительные цифры статистики. За неполные 6 месяцев текущего года в пяти дорожно-транспортных происшествиях тяжелые увечья получили 10 детей. К счастью, обошлось без трагических последствий. В этих пяти дорожно-транспортных происшествиях с участием детей не было использовано детских удерживающих устройств. Ни в одном? Только в одном было, там детям было 10-12 лет, там двое детей были. Там все пассажиры были пристегнуты, и водитель сам пристегнут, и все были на тот момент были пристегнуты. И то получили легкие ранения. А я думаю, если были не пристегнуты, ранения были более тяжкие. К культуру вождения полицейские стараются приведить водителям с помощью информационно-пропагандистских акций с активным привлечением юных инспекторов дорожного движения. На этот раз сотрудники ОГИБДД вышли в рейд с отрядом ЮИД среднеобразовательной школы номер 3 Учжигуты. В нашем районе проводятся операции «Пристегнуты». Спросим вас прийти на автомобиль, пристегиваться ремнем безопасности. А также при привозке детей использовать детское удерживающее устройство. Спасибо. Будем стараться придерживаться всех ваших требований. Для того, чтобы учить других, прежде всего нужно знать самим, отмечает учитель физики и математики по совместительству куратор отряда юных инспекторов Азамат Биджиев. Наши ученики наотлично усвоили основу безопасности дорожного движения и способны даже привести ликбез по правилам дорожного движения, утверждает педагог. Мы регулярно во взаимодействии с отделом ГИБДД проводим акции пропагандического характера безопасности дорожного движения. В текущем году на территории Учжигучинского района было зафиксировано 8 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних детей. Из-за беспечности взрослых и пренебрежения ими простыми мерами обеспечения безопасности, 10 малолетних пассажиров получили различные травмы. К сожалению, есть и тяжелые. Эти тяжелые травмы можно было избежать, если данные дети были пристогнуты детскими удерживающими устройствами или соответствующим образом, то есть ремнями безопасности, в зависимости от роста и веса ребенка. Профилактические мероприятия, цель которых работа на пресечения и предупреждения, продлятся до конца недели. Ахмат Халкичев, Руслан Харченко, Вести Карачаево-Черкесия, Учжигута. Сотрудниками госавтоинспекции далее проводились такие, как профилактические мероприятия, внимание, дети, нетрезвый водитель. На данный момент проводится встречная полоса. Какое место в автомобиле для детей самое безопасное? Где крепить автокресло для детей лучше всего? Все зависит от конструкции кресла. Если есть возможность крепить его спинкой вперед на заднем сидении или на переднем, можно устанавливать этап. Это не является нарушением правил. Для безопасности перевозки своего ребенка необходимо следовать инструкции. Почему в правилах такая обтекаемая формулировка специальные детские удерживающие устройства? Не дает ли эта формулировка уйти от ответственности? Приспособлений для удержания ребенка множество. Эта формулировка позволяет охватить широкий спектр всех возможных устройств. Сегодня это детское кресло. Завтра промышленность придумает что-то новое. Не будем же мы каждый раз переписывать правила, чтобы отразить в них новое изобретение. Важно, чтобы этот элемент имел сертификат качества и соответствовал требованиям безопасности. Лилия Абдулаховна, в заключении хочу, чтобы вы еще раз обратились к водителям-родителям о необходимости и важности использования детских автокресел. Управление госавтоинспекции республики рекомендует всем участникам дорожного движения соблюдать правила дорожного движения. Быть бдительными и внимательными. Пешеходам допускать перехода проезжей части в неположенном месте. Необходимо использовать в одежде световозвращающие элементы, позволяющие быть заметнее в вечернее время суток. Уважаемые участники дорожного движения, помните, что от вашего поведения на улице и на дороге зависит ваша собственная жизнь и жизнь других участников дорожного движения. Берегите себя и своих близких. Лилия Абдулаховна, спасибо вам за полезную беседу. И надеемся, что все в нашей республике соблюдают правила дорожного движения и используют детские автокресла. Спасибо, Лилия Абдуллаховна. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»